Особое мнение на 101FM С разговоров о погоде При том, что повод хороший В Киров идет бабье лето А еще в Кирове Начинают отопительный сезон Отопительный сезон Вместе с началом бабьего лета Вот это как Я не думаю, что это большая беда Хуже, когда начнется зима А отопительный сезон Еще не наступил Это же гораздо хуже То есть жаркости не ломит, вы хотите сказать В этом случае Однозначно, да, потому что мы же знаем Мы же живем на севере Мы прекрасно понимаем и знаем Что сегодня тепло, солнышко светит А завтра вдруг наступает холода Промозглый дождь И хотелось бы погреться у теплой батареи Но ее нет И прогнозам не всегда можно верить Да, наверное Я, конечно, не большой знаток прогнозов Погоды и как они делаются С какой вероятностью они сбываются Но, по всей видимости Если так сделать невозможно Угадать Когда же все-таки будет у нас холодать До такой степени Что необходимо включать им Значит Тогда нужно делать в среднем Как это бывало раньше Ну, наверное, это нормальный подход Если В каких-то учреждениях Там детских Дошкольных учреждениях В школах Это начинается пораньше Ну, в принципе Отопительный сезон, я имею в виду Ну, в принципе, ведь сейчас так и происходит Насколько я знаю Никто не замерзется еще А дома мы можем ходить И в носочках, и в тапочках И теплый халатик накинуть В конце концов Кстати, больше повезло тому У кого есть дома камин Его можно растопить Много ли их интересно В Кирове таких везунчиков? Я думаю, что у тех У кого есть камин Они, конечно, о себе не расскажут И не поделятся Но вот у кого есть печное отопление Я вот уверен Даже есть и такие И даже в Кире Наверное, немало, да? И, наверное, я думаю Что не так мало Как нам всем кажется Мы просто этого не замечаем Но Зависть плохое чувство И поэтому будем мерзнуть У холодной батареи Чем жить с печкой в доме Наверное, так приятнее По поводу печек и каминов На 3 тысячи, говорят Кировчане сократили расходы Во время И из-за пандемии И живут на 18 тысяч рублей в месяц Это очень понятно, почему Понимаете, если человек Раньше получал в месяц Ну, давайте возьмем условные Какие-то цифры 25 тысяч рублей А стал получать 18 Ну, вот сколько ему дали денег Он на столько и живет Он же их не печатает Это же Значит, не Банк России Ну Поэтому это нормально Сократили не от того Что решили сократить А потому что Просто их больше нет Этих денежных средств Вот сколько есть На столько и купили Мы с вами знаем Что подавляющее большинство Кировчан В долгую не планируют И не откладывают Какие-то накопления А тратят все деньги На еду ЖКХ Ну, если остается То и на одежду Хотя это роскошь Не для каждого доступно Это я вдруг съехала с тем Услышав про камины Вообще в планах этого не было По поводу отопления Продолжить хочу и горячей воды В планах завершить все работы У КТК было до 15 сентября Они пообещали это И людям, и чиновникам И в итоге Вот сегодняшняя новость Около 500 домов До сих пор остаются Без горячей воды Вот так можно вообще было Получается Пообещать не сделать И вот В чем причина-то этого Это КТК слишком большой объем работ На себя из-за концессии взяла Или что И вот эти ошибки Этого года Они могут как-то быть учтены Или нам 35 лет теперь так жить Слушайте, 35 лет Ну, поживем, конечно При каких условиях Другой вопрос Но, опять же Ошибки это все системные Это не отдельная вина КТК Это так устроена жизнь У нас в России Что случаются Вот такие ошибки Ну, конечно Их нужно было Безусловно Предвидеть Но у нас Как обычно Вот уже Просто Зима приходит внезапно Ну, ведь все знают Что где-то там В середине сентября Будет уже очень и очень холодно Это ни для кого не секрет И к этому моменту Нужно готовиться Тем более КТК Ведь Ответственность большая на них Ну и честь Значит Поставлять тепло Целому городу И прекрасному Такому Замечательному городу Как город Керов Я думаю Ошибки Ошибки Они будут Они будут повторяться Пока у нас не изменится Там Система вообще управления В том числе и в государстве И государственная власть Не будет ориентирована На нужды своих граждан Все от этого зависит А сейчас на что ориентирование? А на то чтобы Подольше продлить свои полномочия Остаться при власти При своих властных полномочиях И уже во вторую очередь Как квалифицирующий признак Там Сохранения власти Это чтобы сильно народ не роптал Ну вот Я думаю что Вообще я сейчас секреты не открыл И это знают все Но к сожалению Сейчас мы на это повлиять Напрямую не можем Мы можем влиять На это В период выборов Значит В судах Если хотите Подписывая петиции Да все что угодно Хоть единочные пикеты Ну люди же стараются Кто Для кого Что доступно Возможно Они делают шаги Активных граждан Масса Я надеюсь Их будет становиться больше Сознательность Начнет просыпаться И в том числе Потому что Холодильник Все более пуст Батареи Все более Холодные Да Ну вот это вообще Хорошо Самосознание Это гражданское Пробуждает Ну пока незаметно Хотя вот в этом году Мы действительно По два месяца Да без горячей воды Сидим Кто-то все лето Без горячей воды Вот кстати По поводу этого Нам ведь все время Говорят что вот На концессии Это хорошо Да Это очень полезно Сейчас будут везде Новые трубы И когда-то там У нас будет меньше проблем Но вот сейчас В данный момент Люди Мне кажется Вот этого-то вообще Не слышат Потому что они Просто по два месяца Видят у себя дома Холодную воду Когда вам Извините Невозможно Включить Там Горячую воду Вот все эти Рассуждения Про концессию Да это вообще Не моя проблема Мне бы горячей воды Ну да А вот как здесь Совместить Чтобы всем Хорошо было Никак Придется соблюдать Некий баланс Интересов В пользу Ремонтов Там давайте Своими все Там Именами называть Ремонт Реконструкции Сетей Если запускали Тридцать лет Ну за год Это никак Не исправить Просто невозможно Как вариант Можно В каждой Отдельной Квартире Повесить Электрический Водонагреватель Ну как выход Из положения Я конечно Понимаю Я конечно понимаю Не для всех Это возможно Не у всех На это есть Деньги Но Опять же Как вариант Если мы Не можем Начать Вовремя Отопительный Сезон Или отремонтировать Трубы Так вы Раздайте Людям Деньги Или Водонагреватели Я не знаю Что вам ближе Или дайте Выбор Взять Деньгами Или Водонагревателями Ну такой же Тоже Возможен Вариант Возможен Я думаю Что просто Желание Было Найдется Решение Перескакиваем На другую Тему Потому что Времени Мало Я еще Хочу напомнить Нашим Слушателям В очередной Раз Что нас Можно Посмотреть Сейчас В прямом Эфире Вконтакте На Ютубе Можно Нам писать И задавать Вопросы Вайбер Ватсап СМС Номер 8909 720 101 И 0 Также Можете Вконтакте Написать Прямо Под прямой Трансляцией Оставляйте Комментарии Ну а мы Вот сейчас Поговорим Как раз О том О чем Заявили Заявили мы О том Что поговорим О Владимире Быкове Никите Белых И о том Почему Коррупционеров В Кирове Становится Все больше Вот Новость Тоже Свежая На 30% В Кирове Стало больше Коррупционных Преступлений За 8 месяцев Этого года Зарегистрировано Почти 250 Отмечается Что рост Связан с повышением Активности Правоохранительных Органов А вот Слушайте Олег А достаточно Она активная И сколько Интересно Было бы Этих Преступлений Если бы Я думаю Это конечно Мое мнение Мне кажется Вот наше Общество В том числе В Кировской Области Власть Учреждения Все что угодно Насквозь Пронизаны Коррупцией Зачастую Мы ее даже Не замечаем Так называемую Низовую Бытовую Коррупцию Ну вот Все наше Общество К сожалению Пронизано Коррупцией И то что Растут Показатели Раскрываемости Или там Выявления Фактов Коррупции Так это Только Показатели Ну окей Стали Видимо Лучше Активнее Работать А так А коррупция Всегда одинаковая А ее одинаковая Она как бы Почти стопроцентна Понимаете Вот ну почти Стопроцентна Коррупция Конечно Еще поднапряжемся Еще выявим На самом же деле Так Это просто Циферки Проблема Вся в том Что коррупция Сверху Донизу И вот Интересно Мысль эту Высказал У нас депутат Денис Ерохин Не так давно Но ведь Не он один Я думаю Говорит О том Что Вот тот же Пример Там Быкова Да Или И же с ним Многих чиновников Плитко Не учат Тех Кто сейчас У власти А вот Это почему Происходит Потому что Вот эта коррупция Там Это девиантное Поведение Оно уже В крови У всех У нас К большому Сожалению Мы не просто Не замечаем Мы просто считаем Что это нормально Устроиться на должность И начать там Использовать Какие-то Блага В своих Интересах Начиная там С использования Служебного Автомобиля Иногда Даже говорят И вертолета Да Начиная С использования В личных целях Автомобиля Заканчивая Значит Вымоганием И Приемом Взяток Понимаете Тут Это кажется Как бы нормально Ну вот Человек же К власти Пришел И все Вокруг Понимают Ну понятно Почему он На такой машине Ездит Дорогой Потому что Он же при власти И для нас Это для всех К сожалению Стало Нормой А вот вы говорите О вымогании А со стороны Вот не знаю Обычных людей Там тех же Предпринимателей Это не норма Идти Что-то Решать И нести С собой Для многих Это лучший вариант Там Решение Каких-то Своих Личных Проблем Для всех Это норма Ведь тут Не может быть Там взятка Получатель Есть же и взятка Датель Ну вот Мне кажется Что Поправьте меня Если я сейчас Совру Но мне кажется Вот в одном Там из наших С вами Каких-то Уже давних Эфиров Да Вы как раз Говорили о том Что единственное В принципе Что вот может Хоть как-то Да Ограничивать Это вот Сроки Это реальные Посадки И так далее Но почему Этого не происходит Конечно Как мера профилактики Безусловно Неотвратимость Наказания Должна быть Ну а почему Не работают Потому что По-другому Не умеют Вот понимаете Ну хорошо Одного посадили Там Второго посадили Но это И не будет работать Пока Люди Сами Для себя Внутри Там Пересмотрят Своё отношение К жизни К своей стране К своему народу И не скажут Всё Хватит Либо не появится Соответствующий Лидер Например Как Лик Ван Ю Который Первым делом Посадил своих Родственников И друзей Вот если Такой лидер Будет во главе Нашей страны Тогда может быть Что-то изменится Но к сожалению Сейчас Этого нет И вот Коррупционное поведение Оно просто Въелось Во все эшелоны Власти И не только Ещё и в мозги Людей По-другому Просто не думают Люди Выпускаясь Из высших учебных Заведений Стремятся Стать Вы же знаете Эту статистику Чиновниками Зачем Многие из них Я вас уверяю Считают Что Дойдя до Определённого Уровня Властных полномочий Они смогут Встать У кормушки То есть Обворовывать Свою страну И свой народ Для многих Это норма Они с детства Так воспитаны Вот я бы поспорила С вами Что для многих Но есть Наверное Молодые люди Для многих Тех Которые Своей целью Поставили Быть чиновниками И встать На какую-то Важную Должность Я сейчас Не говорю Про Учителей И Художников Ну там Вряд ли О Быкове Заговорили Я упомянула Его Поэтому Вот ещё Один вопрос Мы тоже Тут уже В редакции Обсуждали И как-то У нас Не вяжутся Вот эти Вот вещи Когда Администрация Сначала Взыскивает С Ефаркина 165 миллионов Рублей Как Возмещение Ущерба За Вот эту Землю Да Это рыночная Стоимость Участка Земли В парке Победы Который В 500 раз Дешевле Продали Ефаркину И Вот это Следующее Заявление Недавнее О том Что администрация Хочет Теперь Эту землю Вернуть Которая Уже Куплена Строительной Компанией Вот так Можно Два раза Получить За одно Запросто Ведь это Происходит На ваших Глазах Ну Всё Что-то Очевидно Украл Вероней С точки зрения Это должно Происходить На самом-то Деле Человек Который признан Обвиняемым Должен возместить Ущерб Да Всё А тот Кто купил Эту землю Ворованную А вот тут Надо уже Смотреть Значит И расследовать Этот момент Знал ли он О том Что это земля Ворованная Было ли для него Очевидно Что земля Ему Отходит Ну С каким-то Таким Криминальным Душком Тут надо доказывать Уже умысел И Нам с вами К сожалению Тут вот Даже представить Не удастся Был ли умысел Или его Этого умысла Не было Если человек Добросовестно Приобрёл Он стал добросовестным Приобретателем Он-то при чём Он-то же не То есть это не работает Как с угнанной машиной Да Вот если ты купил Угнанную машину У тебя её заберут И ничего ты с этим Не сделаешь По сути Я вас уверяю Если вы уже Добросовестный Приобретатель Ничего У вас никто Эту машину Не заберёт Взыскивайте Пожалуйста С преступника Ущерб Никита Белых Ещё у нас В списке Его привезли Мы как-то По восходящей Мы так до президента С вами договоримся Нет Мы договоримся До коронавируса Хорошо Сейчас это Актуально Его Этапировали в Киров Никиту Белых Говорят Что содержит В не очень хороших условиях Мы не об этом А мы о том Что его Допрашивают В качестве свидетелей Есть мнение Что этот статус Может поменяться На подозреваемого Например Валерий Туруло У нас Высказался в эфире И сказал Что Может быть Это сделано Потому что Власти Невыгодно Выпустить Белых по УДО Которое может Наступить в конце 2021 Вот я хочу Вас спросить Можете ли вы С таким мнением Согласиться И Не знаю Интересовались Вы этой историей И с этим делом Нет Вообще Есть на ваш взгляд Какие-то факты Реальные Которые могли бы Вот привести К тому Что Белых Статус Поменяет Эта история Интересовалась Мной Дело в том Что Я Имел Неосторожность Согласиться На предложение Мингосимущества В то время И стал Членом Совета Директоров И вот Этот период Недолгий Там По-моему Был один год Сейчас Я в датах Уже не помню Я как раз таки Вот участвовал В заседаниях Совета Директоров Компании Крик Компании Крик Да Я был единственный Негосударственный Служащий Скажем так Независимый Директор И Перед глазами Моими Вот Вся эта история Проходила Кроме того Я У меня есть Некоторые Там Подозрения Скажем так Выводы По этому Ко всему Но я их не могу Вам сообщать По одной простой Причине Что я был Допрошен В качестве Свидетеля Как раз таки Поэтому С белых У нас Один процессуальный Статус На сегодняшний момент Это свидетель По делу Я конечно Очень надеюсь Что Ни я Ни белых Как-то Не поменяют В худшую сторону Статус Вот по этому Делу Но в принципе Мне кажется Достаточно Очевидным То что Те Махинации Или это были Или недоразумения Не мне решать Они Все произошли В период Когда белых Уже сидел Он бывал Свой срок И поэтому Всесторонне Изучая Данную Преступную Может быть Схему Конечно Его Будут Допрашивать Ну и Обязаны Допросить Всех Кто Что-то Может Об этом Сообщить Или знать Это точно Но вот То что он Будет Обвиняем Для меня Это будет Ну скажем так Еще одним Разочарованием В нашей И правоохранительной И судебной Системе Потому что Он там Никаким Боком Ну Мне кажется Насколько я знаю Просто не участвовал Ну Как человек Который Которым Интересовалась Эта история Вам не казаться Должно Вы должны Мне кажется Здесь более Утвердительно Все-таки Я вам просто скажу Что там Белых Ни разу На собраниях Совета директоров Не присутствовал Там Никаких решений Не принимал Там был Председатель Совета директоров Там Было много Замов Губернатора В составе Совета директоров Но Белых Я там Ни разу Не видел То есть Если статус Он поменяет То мы точно Можем Или почти Точно Сказать Что здесь Что-то Не так Ну Точно Мы с вами Никогда Не сможем Сказать Никто Не Отменял Там Определенных Политических Заказов Но Это будет Уж Очень Натянутая История Что называется Фактов Там Вот Я не могу Придумать Какие бы Они были Чтоб он Поменял Свой Процессуальный Статус Ровно Половина Второго Мы сходим На рекламу Особое мнение На 101FM Продолжается программа Особое мнение Сегодня веду ее Я Мария Кожевникова А в гостях у нас Управляющий партнер Компании Кассин И партнеры Олег Кассин Сменим тему Я думаю Потому что у нас Их много И вопросы могу Не только я задавать Но и все слушатели Номер 8 909 720 101 0 Будем ждать Хочу поговорить Еще об одной истории Строительства Нового мусорного полигона Который планирует Которая планирует власти Место точное Пока не назвали Говорят Где-то На трассе Киров-Фуржум Но очень Обтекаемое Понятие 200 километров Учитывая Историю с осенцами Может ли Найтись Вот На этот проект Теперь Интересант Как вы думаете Или возможно Он уже Нашелся И вот эта вот Вся история С осенцами Это Какой-то Передел Просто Что это вообще Тоже есть у вас Видение По этой Мне кажется Действительно Есть уже Некие интересанты Может быть даже Не один Может быть даже Не два И Действительно Вот Вся история С этими Судами Пересудами И так далее Но она Наверное Будет иметь Какого-то Выгода Приобретательного То есть Есть Люди Я не говорю Что это Какая-то Криминальная Криминальная Какая-то ситуация Да В контексте Нашего Предыдущего Разговора Про коррупцию Конечно Такое Исключать Невозможно И как Скажем Гипотеза Это может Быть Но Есть ведь Конкурентная Борьба Между Тем или Иным Бизнесом И если Это происходит В рамках Законодательства Это нормально Это конкуренция В общем-то За которую Мы все И ратуем Мне кажется Гораздо важнее Чтобы были Учтены Интересы Людей Чтобы тариф Не поднимался Если это будет В каком-то Уж совсем Труднодоступном Месте Туда придется Всю тянуть Инфраструктуру И получится Так же Как история С КТК Тарифы растут Инфраструктуры Нет Услуги Не оказываются Но Деньги Взымаются Но вот Такого Точно Не должно Быть И поэтому Решение Должно Быть Взвешенным И много Раз Продуманным И Прошедшим Экспертизу Не только Профессиональную Но и в том числе Если хотите Общественные слушания И мнения людей На этот счет Тоже должны быть Выслушаны И восприняты И Всерьез восприняты Где бы было Это удобно Разместить Для всех То есть Соблюдая Вот такой баланс Интересов Мы конечно Тогда Разместим И сделаем Эту площадку Современную С прекрасной Инфраструктурой Может быть Даже И научимся На этом Как-то зарабатывать Не обдирая Население Прямо до костей А думаете Реально Вот так Избежать Тех историй Что было С осенцами Я имею ввиду Протестов Каких-то Конечно Реально Если этим Заняться Всерьез И учитывать Интересы Всех сторон В том числе Население Если мы говорим Про осенцы Там же люди Протестовали Именно потому Что их Недвижимость Резко бы упала В цене Из-за неблагоприятной Экологической Обстановки Конечно Такое место Найти можно Было бы желание И такие Специалисты Я уверен Найдутся Вот помните Там Этот инвестор Из Ярославля По-моему Который По осенцам Да По осенцам Серьезная организация Серьезная компания Ну а чем это закончилось В итоге Закончилось Плохо Тем что Подвили инвестора Который уже В принципе Вложился Достаточно Вот я о чем Вот я о чем И говорю Найдутся ли Теперь к нам Люди Которые Видят Все что Происходит Будет Сложнее Но найдутся Найдутся Свято место Пусто не бывает Слишком Это лакомый Кусочек Для бизнеса И поэтому Я думаю Что тут Вопрос Тоже и за правительством Как оно будет Гарантировать Учитывая Ну это конечно Будет сложнее Учитывая то что Произошло Какие будут Предоставлены Гарантии Это для Инвестиционного Климата Одно из самых Важных вещей Какие гарантии Предоставит Правительство Кировской области Для реализации Вот этого проекта Ну для начала Нужно определиться И скажем так Выставить товар Лицом Вот площадка Вот все Согласования Вот протестов Нет Вот значит Претензии Со стороны Там Экологов Все учтены Пожалуйста Приносите Свой инвестпроект Мы вам гарантируем То-то То-то И то-то Прекрасно Я думаю Что люди В любом случае Инвесторы Предприниматели Такие найдутся В том числе И те Которые обладают Технологиями Зелеными Очень зелеными Разными А вот это Вот история Вы сказали Сейчас Про взвешенное решение Да Что нужно Взвешенное решение А вот эта история С осенцами Да Когда вот Тянули-тянули Суды шли Нам говорили Что все хорошо Мы возим Восенцы Мы продолжим Возить Восенцы И ничего Не поменяется Но в конце концов Все равно Закрыли Или не Не в конце концов А вот вдруг Решили и закрыли Вот это Что это Есть В бизнесе Такое Такое Понятие Зафиксировать Убытки Вполне возможно Это как раз Тот случай Да Вложили много Да Сил потратили Много на это Но поняли Что Бесперспективно Дальше развивать Эту площадку По разным Соображениям По экономическим По Соображениям Экологии По соображениям Там Я не знаю Не возмущать Жителей близлежащих Вот зафиксировали Эти убытки И теперь Научившись На ошибках Ну я очень надеюсь Что так происходит Со мной Никто не советовался Конечно Но вот Учитывая эти ошибки Они сделают Новую Классную площадку Которая решит Проблему с мусором Хотя бы в рамках Там Ну вот этой Нашей Замечательной Кировской области Остается только верить Да И надеяться 20 число Прошло И ничего Не случилось Это почти как С концом света Да Но слухи о том Что будут введены Более строгие ограничения Из-за коронавируса Они продолжают Витать Вот вы как думаете Стоит ли ждать Или Вот Это наверное Моя точка зрения Да О том Что Мы уже вроде бы Научились Жить с коронавирусом Да Все не так Как в марте Да Мы научились Там Не знаю Если в школе Вспышка То значит Увести На дистанционку Если В Организации Вспышка Значит Взять У всех Анализ Отправить Тоже На удаленную Работу Вот Нужны нам Теперь Ограничения Или нет Или мы без Ограничений Все равно Не сможем Знаете Знаете Самое Ценное Что есть В мире Это наверное Все таки Жизнь человека Его здоровье И тут Я бы Полагал Что нужно Действовать Сразу В нескольких Направлениях Меры Скажем так Ограничительного Или полуограничительного Порядка Необходимо Вводить На сегодняшний день Чтобы А Не было Вспышки Да И Б Чтобы Здоровье Людей Максимально Сохранить И это уже Доказал Там Мировой опыт Опыт Той же Швеции Когда Мы с вами Об этом Говорили Что в принципе Там Министр здравоохранения Или кто сказал Что Лучше бы ввести Так вот Лучше бы ввести Ограничения Другой вопрос Какие Насколько Жесткие Тут я не берусь Сказать Все вопросы К Роспотребнадзору Как говорит Наш губернатор Но Вот Что мы можем Сейчас Сделать Вот точно Без всяких Ограничений Это проводить Планомерную Компанию По Популяризации Сохранения Своего здоровья Вот В период Этой Пандемии Там Ну давайте Хотите Второй волной Называть Хотите Последствиями Первой Без разницы Вот тут Органы Государственной Власти Могли бы Помочь И предпринимателям В том числе И поддержать И сказать Что вот Вашей организации Можно Такие-то Такие-то Меры Предпринимать Для того Чтобы Снизить число Заболевших Как поступать С теми Кто заболел Вот Каким образом Это все делать Может быть Снабдить Значит Какие-то Я не знаю Организации Там Одноразовыми масками Ну Средствами Профилактики Скажем так Вот этим Нужно сейчас Активно заниматься То есть вы о том Чтобы объяснять А не заставлять Значит Убеждать Объяснять Разъяснять Не уставать Это делать Не вводить штрафы Тем кто не носит маски А это бесполезно Это не работает Зачем это надо Это не работает К сожалению И все это приводит Введение штрафов В первой Российской проблеме Коррупции Вы же знаете Придется контролировать Ношение масок Кто будет это делать Есть соблазн Как-то договориться Поэтому все-таки Лучше работать Над сознанием людей Над профилактикой Заболеваемости В том смысле Что разъяснять Почему так Или так нужно делать Ну и помогать Если у кого-то Не хватает Там средств Или там Материальных Каких-то Возможностей Для того Чтобы профилактировать Это беда-то общая И задача общая Остаться здоровыми И пройти С максимальными потерями Вот этот непростой период Поэтому тут только так Неких штрафов Вот они не нужны Они плохо работают Они только Обозлят людей И ну точно Не привьют им Никакую культуру Там поведения В такие сложные периоды Вот еще по поводу Информирования Да я не знаю Опять сейчас буду Своё мнение высказывать Это неправильно Наверное Но Есть ощущение Что вот Очень хорошим Мотивом Там Мотиватором Может стать То Когда мы будем знать Сколько Действительно Людей болеет Да Но Даже вот сегодня Было заседание Гордумы И депутаты Уже вслух Поднимают вопрос И говорят Что со статистикой Почему в течение Более чем месяца Мы видим по 60 Новых заболевших Сейчас вот Что-то там Поменялось И стало По 70 Вот Вы видите В этом Есть какой-то знак Вопроса У вас лично К этой статистике И Ну Не было бы Правильно Говорить По честному Тогда может быть И убеждать бы Никого ни в чем Не надо было Если нам скажут Реальное там Допустим Угроза есть Угроза Мы не испугаемся Сами Нет смотрите Мы психологически Да привыкли Мы готовы Преодолеть это Ну С присущим Нам стоицизмом Вот эти все Неприятности Правда Нужно говорить В любом случае Нужно информировать Что вот столько-то Заболевших У меня ощущение Что их много Тех Которые Там Переболели И не обращались Тех людей Которые сейчас Болеют И не обращаются Ну Это ж Вот То есть даже Невыявленные Тесты Невыявленные Точно есть И В этом смысле Я так понимаю Поставлена Мне так кажется Поставлена задача Не светить Большие цифры По коронавирусу Почему? А для того Чтобы Не знаю Панику не создавать Чтобы не закрывать Значит Предприятие Чтобы этим предприятиям Опять Не платить Какие-то Подъемные Там Я не знаю Меры поддержки То есть реальные цифры Скорее к панике Приведут Чем к тому Что Да паники Я думаю Что не будет Просто Понимаете Если будут Показаны Реальные цифры Тогда нужно Принимать Опять же Жесткие меры По карантину И Выводить всех Там На дистанционку У кого не получается Просто сидеть дома Объявлять Предполагаем Да Может быть нам Реальные показывают Просто мы Тут Мы просто Как бы Вот Ну вот Не уставать Говорить Что вот Ситуация Сейчас по коронавирусу Такая Такая Там Эти сводки Но Есть Определенные опасения И не Имеют место быть О том Что цифры эти Несколько Ну расход Ну всегда же бывает Расхождение Ну вот тут Тут мы почему-то Думаем Вот таким образом И соответственно Если Закрываемся Там На карантин То нам Нужно будет Объявлять Этих же Соответственно Опять Я не знаю Режим Нерабочих Дней Сохранением Заработной Платы А сейчас Кто это Потянет Я не знаю Это просто Невозможно С точки Среднеэкономической И на себя Вы должна Вот эту Ношу Брать Государство Но у Государства Насколько я понимаю Денег Тоже нет Со многими Вещами Связаны И с падением Цен На нефть И на газ И Не знаю Санкциями И вообще Со стагнацией В экономике Поэтому Возможно Есть Некоторая История Вот с Этими Цифрами Поэтому Возможно Мы не Всем Этим Цифрам Верим Ну Правду Знать Конечно Хотелось У нас Еще Две Минуты Все Таки Еще Одну Тему Подниму Но Наверное Не так Глубоко А может Быть Внешне Да Только Внешне Транспортную Единую Транспортную Компанию Нам уже Больше Года Обещают Создать Вот Теперь Сказали Что Коронавирус Помешал Тому Чтоб Она В этом Году Появилась Появится Она Если Все Сложится В следующем Году Весной И Вот Нам Обещают Что Вот Тогда Точно Все Будет Хорошо Закупят Новые Автобусы Новую Маршрутную Сеть Разрабатывают И Водители Будут Все В униформе И Даже В фуражках Вот Я хочу Спросить Все Эти Внешние Изменения Они Зачем Чтобы Было Видно Что Что-то Сделано Или Внутренние Изменения Без Внешних Нереальны Вот Ничего Абсолютно Против Не имею Фуражек Форменной Одежды Это же Так Классно Понимаете Это порядок Хотя бы Внешний А если Еще Будут Новые Машины И Они Будут Вовремя Ходить И Это Можно Будет Отслеживать На Телефоне Ну Это же Прекрасно Ну Согласитесь Правильный Ход Нужно Заниматься Всем Если Мы Делаем Хорошие Классные Значит Историю То И Формой Заняться Тоже Будет Абсолютно Не Предосудительно Я только За Время К сожалению У нас Закончилось И кроме Формы Больше Ни о чем Поговорить Мы не Сможем Хотя Важнее Нам Конечно Ездить Быстро И Удобно Олег Спасибо За эфир Доброго дня Вам И доброго дня Всем Слушателям Благодарю вас До свидания Продолжение следует... Слушателям